МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в Грузии сильные ливни привели к затоплению зон отдыха и центральных районов Батуми. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Двое российских военнослужащих, виновных в убийстве таджикского таксиста, приговорены к 17 и 13 годам лишения свободы. Наказание контрактники Эльдар Сахапов и Федор Басимов будут отбывать в России. Тело таксиста Рахима Тишабоева было обнаружено с перерезанным горлом 19 августа прошлого года в пригороде Душанбе. По версии следствия, основным мотивом жестокого убийства стал крупный денежный долг в размере 103 тысяч российских рублей. Деньги убитому задолжал российский контрактник Федор Басимов. Ну, мы нашли его в машине. Мой средний брат его нашел, потом мне позвонил ночью. Это было после 12 ночи. Я туда приехал, увидел его в машине. Очень такое жестокое убийство, зверское, можно сказать. Мы подумали, что какой-то маньяк появился, что ли, у нас в республике. 201-го российская военная бригада насчитывает более 6 тысяч военнослужащих. Это самый крупный российский военный объект за пределами страны и останется он в Таджикистане как минимум до 2042 года. Волна запретов на импортные западные товары коснулась не только продовольствия, но и средств бытовой химии. Роспотребнадзор посчитал, что некоторые из них не прошли нормы контроля по токсикологическим показателям безопасности. Среди запрещенных средств бытовой химии, среди прочих оказались такие популярные марки, как стиральный порошок Персил и средства для мытья посуды Ферри Платину. Наши коллеги спросили у россиян, готовы ли они заменить импортное мыло на российское. Да, я понимаю, мы ими всеми пользуемся, но если действительно там они приносят какие-то нам вред, то, наверное, не против. А на что вы готовы заменить? Ну, на средства российского производства, наверное. Сода, что еще может быть? Ну, не знаю, хлорка, это ужасно, конечно. Мне без разницы. Вообще, как бы, я пользуюсь обычно нашими средствами, мне как бы без разницы, что и как будет. Отрицательно. Отрицательно. Ну, потому что наши производители еще не могут изготавливать средства на уровне иностранных. Конкурентоспособные средства. По мнению российских чиновников, не только продукты питания и бытовая химия представляют опасность для страны. Сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов госвластии регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами Российской Федерации. Например, сотрудники органов госвластии Хабаровского края использовали возможности зарубежных сервисов, таких как Google, Yahoo и WhatsApp. Конец цитаты. Мы продолжаем наш спецпроект «Друзья Путина». 15 лет назад Генеральная прокуратура России закрыла уголовное дело, которое впоследствии стали называть делом Путина. Подполковник юстиции Андрей Зыков руководил следственной группой, которая собрала документы, подтверждающие причастность нынешнего президента России к хищению бюджетных средств. Маленькая такая справочка по эпизоду проведения обыска и выемки документов в кабинете Путина. Помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака является Киселев Владимир Владимирович, он же правая рука Петрова Геннадия, авторитет организованной преступной группировки Малышева. В настоящее время Киселев ВВ занимается выколачиванием денег предпринимателей среднего и малого бизнеса города на поддержку предвыборной компании мэра Собчака. Делается это следующим образом. Имеется фонд поддержки проведения Олимпийских игр 2004 года, куда предпринимателей заставляют переводить к определенному сроку деньги, валюту в сумме 50 тысяч долларов. Если предприниматель не укладывается в срок, то его обязывают перевести большую сумму, примерно вдвойне. При этом используют силовые методы давления вплоть до физической расправы. Киселев ВВ лично звонит предпринимателям и требует перевода указанной суммы в указанные им сроки. И в случае отказа угрожает физической расправой. В необходимых случаях, будучи активным членом УПГ Малышева, решает вопросы приезда команды для выколачивания денег. 18 апреля 1996 года ожидается собрание предпринимателей, организованных под угрозой расправы Киселев ВВ, которое, по информации источников, будет происходить в элитном клубе 2004, на котором ожидается выступление первого заместителя мэра Санкт-Петербурга, председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэри Санкт-Петербурга, Путина Владимира Владимировича, по поводу сбора денег в фонд поддержки кандидатуры Собчака на предстоящих выборах. Мы пытались связаться с администрацией президента России с просьбой о комментариев, но комментариев не получили. А теперь к другим новостям. Жители города Суаярви в Карелии отчаялись ждать помощи от местных властей. Они живут под дырявыми крышами и ходят по гнилым полам. Но два года назад новоиспеченный депутат селил в них веру в светлое будущее. Он оказался единственным представителем власти, который повернулся лицом к их проблемам и пытается их решать. Как живется на Руси тем, кто помогает ближним? Репортаж Глеба Ярового. Карельский городок Суаярви. Узнать его можно уже на подъезде. Почти 40 километров у хабов, ям и выбоин первыми встречают всех жителей и гостей города. Но еще хуже в Суаярви обстоят дела с жильем. Текущие крыши, проваливающиеся полы, сгнившие стены, это главные симптомы большинства суаярвских домов. Лечить проблемы города и местных жителей два года назад взялся энергичный депутат Владимир Заваркин. Я уже говорил, что депутат как участковый. Он должен как бы ходить по квартирам и знать, как его люди живут. В его округе, самом большом в городе, 3,5 сотни домов. Но знает его почти весь Суаярви. Каждый делится своими проблемами и просит о помощи. Более 70% жилья в городе – это ветхий фонд. Правда, только в реальности. На бумаге же все иначе. Комиссию вызывали. Комиссия была. Подожди. Ну, говорили. Не передали. Посмотрели, все. Нет, этот дом все на стол не подлежит. Не подлежит. Не подлежит. Хороший. Он хороший дом. Этот хороший дом – 1950 года постройки. Туалет на улице. Централизованного вывоза мусора нет. Воды тоже нет. Зато есть крысы в подвалах, дыры в потолках и при этом огромные коммунальные счета. Всего за квартиру у меня выходит в месяц 2468,73 копейки. И какая у вас площадь? У меня площадь 39, 31 квадрат почти. Сегодня вместе с жильцами Владимир Заваркин пытается доказать местной администрации, что этот дом для жизни непригоден. Я пришел к депутатам, да? Мне просто сказали, ты попробуй, что у тебя получится. Вот, смотрите, не влезает уже, полное. Платить за свои квартиры жильцы этого дома отказались давно. Говорят, не за что. Когда-то этот дом строили как временное жилье для тех, кто остался без крова. Таких, как Галина Павловна. 15 лет назад ей дали комнату взамен сгоревшего дома. А пока ждет очереди, приходится мириться с частыми гостями ее квартиры. Сейчас вот я наполно стелила это, еще слой пола, так блоки хоть не кусают. А то с подвала блоки, искусанный весь ходишь летом. Спитлана Владимировна совсем недавно узнала, что живет в доме-призраке. Его нет ни в реестре города, ни в реестре района. А нет дома на бумаге, то и помощи не жди. Это же как карточный домик. Представьте, вот просто деревянные щиты, и между ними должен быть шлак. А шлак весь на земле, стены пустые, а обоими не согреешься. Вместе с соседями Светлана с ужасом ждет грядущих холодов. Это же как карточный домик. На Грузию обрушились проливные дожди, наибольшее количество осадков выбыло в приморских городах Батуми и Потии. В Зурабдвале подробнее. Ночью в Батуми в течение двух часов проливной дождь затопил центральные улицы города. Ливень и четырехбальный шторм создали немало проблем отдыхающим и местным жителям. Несмотря на все усилия городских коммунальных служб и МЧС, в ряде районов было парализовано автомобильное движение. Вода ворвалась в десятки домов, затоплены подвалы и первые этажи. Неожиданно ворвалась вода. Просто ужас сегодня, что творилось. Где спать сегодня, не знаю. Все в воде плавает, не успели ничего взять. За полчаса все затопило вокруг. Мэрия Батуми была вынуждена создать чрезвычайную комиссию по преодолению последствий стихии. Из других регионов Грузии ночью были срочно вызваны дополнительные спасательные бригады. С утра возобновились восстановительные работы и откачка воды. Уже подсчитывается урон, нанесенный стихией городу. 280 звонков с просьбой оказать помощь зарегистрировано ночью. С утра уровень воды несколько спал, и совместные бригады уже работают по всему городу, помогая пострадавшим справиться с последствиями наводнения. В Поте и в первой половине дня продолжились дожди. Ночь уже работе станции откачки воды помешала неожиданно отключившаяся электроэнергия. Что еще более усложнило работу служб Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все затоплено. Коммуникации не справляются с потоком воды. Вот и результат. Все время одно и то же. Между тем, как в Батуми, так и в Поте, по утверждению местных жителей, не было бы таких тяжелых последствий, если бы своевременно была осуществлена реабилитация системы канализации и дренажа воды. Зураб-2, Легога, Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Один районный центр, разрезанный пополам линии фронта. Когда-то это было одно целое, а теперь два разных мира, проход между которыми невозможен. Славяно-Сербский район был разделен около года назад в результате боевых действий. Одна половина осталась на территории подконтрольной сепаратистом, а другая под защитой украинских военных. Туда и отправился наш корреспондент Ольга Калиниченко. Трехизбинка. Село в Луганской области, когда-то относящееся к Славяно-Сербскому району. Уже год этот населенный пункт отрезан от своего районного центра. На той стороне остался психдиспансер, в котором многие местные жители работали. Районная больница, куда свозили больных со всех близлежащих сел, а также милиция и пожар. Мы до сих пор оттуда запитаны электроэнергией. Захотят, отключили. Не захотят, включили. Чтобы как-то наладить жизнь в прифронтовом селе, украинская власть решила присоединить его к Новоайдаровскому району. Ближе ничего не нашлось. Теперь, чтобы оформить документы или попасть в больницу, нужно ехать 35 километров вместо бывших девяти. Вот у нас Харлам и Волки отца везли, не довезли. А так бы раз, 9 километров. Лишились жителей связи со своими родственниками. Из-за отсутствия связи не могут узнать, даже живы ли они. Там брат живет. И как сейчас? Как? Не я не в курсе делаю. Ни он мне, ни я ему. Из-за шаткой ситуации местные жители говорить открыто боятся. Просат не показывать их лицо. Говорят, что в защиту украинских военных не верят. Я считаю, что мы незащищенные. Это не защита, что стоят в военных мостах. Это не защита. Почему? Ну, вот здесь нас стоят, они перешли в брод, все. Защищают село бойцы 92-й бригады ВСУ. Здесь, в трех избинке у взорванного моста, у них блокпост. Это они не пускают местных жителей. В ту сторону, говорят, не положено. Перекрыто, согласно постановлению кабинета министра. Здесь нет ни пропускных пунктов, ничего. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Настоящее время. Луганская область. Приговор режиссеру Олегу Сенцову и его другу Александру Кольченков сколыхнул в том числе и российское кинематографическое сообщество. Мы связались с кинокритиком Антоном Долиным. Реакция была довольно дружной. Возмущение, ужас, гнев, отчаяние. И я, несмотря на то, что у нас в киносообществе, если вообще таковое существует, люди очень разных взглядов. И к очень разным лагерям политическим принадлежащие. Я не слышал голосов злорадства. Правильно дали, правильно приговорили. Но он не собирался идти в политики. Он не собирался воевать. Он не собирался устраивать теракты, в организации которых его, в конечном счете, обвинили. Он был всего лишь человеком с отчетливой позицией, человеком, безусловно, искусства. И вот это объединение его митийной некоторой известности, ну, конечно, в ограниченных рамках Крыма, где не так много известных или вообще каких-то ни было официальных режиссеров, с его четкой позицией, это и есть то роковое сочетание факторов, которое привело туда, куда оно привело. В разных странах мира прошли митинги в поддержку, как их уже стали называть, узников Путина. Возле посольства Польши России прошла акция протеста против приговора Сенцова и Кольченко. Участники вышли с плакатами «Хватит бояться» и скандировали «Свободу Сенцову». А наши коллеги с «Радио Свободы» взяли интервью у сестры Олега Сенцова. И вот как она комментирует ситуацию. Сейчас страшно даже не за Олега, а страшно за других несогласных, которые, может быть, не такие сильные, как Олег. Потому что, похоже, что репрессии будут набирать обороты. И реально за людей страшно, очень страшно. И не у всех есть такая сила, как у Олега. Наши коллеги из Вашингтона продолжат тему. Олега Сенцова, Игорь, слово вам. Спасибо, Шахида. Соединенные Штаты решительно осудили приговор российского военного суда известному украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. Говорится в специальном заявлении официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. США категорически осуждают вынесенный российским судом приговор гражданам Украины. Заявил также американский посол в Киеве Джеффри Паэт. Александр Панов проложит тему. Российское правосудие в один день вынесло два резонансных решения. Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко получили 20 и 10 лет колонии строгого режима. Основная фигурантка дела оборонсервиса Евгения Васильева, условно досрочно освобожденная, покинула колонию, где, как отмечает российская пресса, провела в общей сложности 34 дня. Официальный Вашингтон комментирует приговор украинским гражданам. Это очевидно несправедливый приговор, говорится в заявлении представителя Госдепартамента. Оба украинца были взяты в заложники на территории страны, перевезены и заключены в тюрьму в России. Российское гражданство было наложено на них против их воли. Мы вновь призываем Российскую Федерацию реализовать обязательства, принятые при подписании минских соглашений. Немедленно освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Надю Савченко и всех других оставшихся заложников, говорится в заявлении Джона Кирби. Приговор осудили правозащитные организации Amnesty International и Freedom House. Вот мнение российского оппозиционера Ильи Пономарева. И в твиттере уже прозвучало предложение считать 25 августа днём российского правосудия. Знаете, у нас вся страна живёт по принципу «друзьям всё, врагам закон». И вот, собственно, сегодняшний день это очень хорошо показал. Есть, что называется, классово близкие. И Евгения Васильева, безусловно, кровь от крови, плоть от плоти вот этой власти. Иногда даже в прямом, а не в переносном смысле слова. А, соответственно, все, кто выступают против неё, враги, им надо давать по максимуму. Это ещё один принцип, который постоянно используется Кремлём, такого бандитского подхода к жизни, когда надо брать заложников, а потом обменивать их на те или иные уступки со стороны тех, с кем ты общаешься. Так вот, в заложники был взят эстонский офицер безопасности для того, чтобы торговаться дальше с блоком НАТО, что у нас ваш человек сидит. Таким образом, в заложники была взята Надежда Савченко. Таким же образом, был в заложники взят и Сенцов. Российские власти, вслед за ними суд, охарактеризовали поджог офисов Единой России и русской общины Крыма как акты терроризма. Подсудимые назвали своё дело сфабрикованным. Сенцов неоднократно заявлял, что к нему применялись пытки. Один из ключевых свидетелей обвинения, ранее осуждённый по делу так называемых крымских террористов Геннадий Афанасьев, в ходе процесса отказался от данных на стадии следствия показаний. Илья Пономарёв, лишённый в России депутатской неприкосновенности о российском правосудии. Вы знаете, всё, что не делается, принимаются политические решения. В моём отношении это всё ровно то же самое. И другое дело, что в моём отношении было принято политическое решение не сажать внутри страны, по-видимому, для того, чтобы не создавать, как они это любят говорить, мучеников, а вот таким вот способом выдавить и потом говорить, что мы всегда же говорили, что он американский шпион. Итак, два дела, два противоположных вердикта, отражающих, по мнению экспертов, черты одного явления – сегодняшнего российского суда. Единственное, что я могу пожелать, это третьей уформированной части населения России, это научиться не бояться. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Турция согласилась принять участие в действиях международной коалиции, наносящей удары с воздуха по позициям исламского государства. Об этом сообщил представитель Пентагона Питер Кук. Во вторник, отвечая на вопросы журналистов, Кук отметил, цитата, «Тот факт, что теперь турецкая авиация будет участвовать в операциях вместе с нашими самолётами, является важным шагом вперёд, которого мы ждали. Мы старались урегулировать все организационные вопросы, и теперь нам удалось это сделать». Конец цитаты. И сейчас из штата Вирджиния к нам пришла срочная и очень трагичная новость о том, что во время прямого эфира были расстреляны журналист и оператор местной телерадиокомпании WDBJ. Женщина, которую интервьюировал телеканал, не пострадала. По штату объявлен план перехват. И в последнее время тема хранения и использования огнестрельного оружия не сходит со страниц американских газет. Наш следующий репортаж о подростке, который стремится положить конец убийствам по неосторожности, в том числе, когда оружие попадает в руки детям. Три года назад стрелок открыл огонь в кинотеатре города Аврора в штате Колорадо. Трагедия побудила 15-летнего Кая Клопфера к действию. «Я твердо решил, что нам нужно улучшить стандарты безопасности в использовании огнестрельного оружия». Кай очень скоро осознал, что выявить каждого потенциально опасного человека, который хочет купить огнестрельное оружие, просто невозможно. Однако он также понял, что существуют и другие проблемы с оружием, которые он может разрешить. Сегодня сотрудники одной из школ в городе Споккейн, штат Вашингтон, переживают последствия неосторожного обращения девятиклассника с оружием. По словам полицейских, подросток нечаянно нажал на курок 9-миллиметрового пистолета и застрелил пятилетнего ребенка. «Каждые 30 минут США из огнестрельного оружия кого-нибудь ранят или убивают». Клопфер решил изобрести пистолет, которым смог бы пользоваться только владелец, а не ребенок или посторонний человек. «Я очень хочу положить конец подобным несчастным случаям с детьми». В 16 лет Клопфер изобрел пластиковый прототип, который стреляет только после идентификации отпечатков пальцев своего владельца. Его изобретение заняло первое место на престижной Международной научно-инженерной олимпиаде Intel. Он также получил грант в размере 50 тысяч долларов от одного из американских фондов. «Я использую эти средства для усовершенствования моей разработки». Сейчас Клопферу 18, и он интегрирует свою технологию в металлическое огнестрельное оружие. Он считает, что скоро рядом с обычными пистолетами будут продаваться пистолеты, распознающие отпечатки пальцев. У этой идеи уже есть поклонники профессионала, такие, например, как Кай Хавис из офиса шерифа в городе Болдир. «Я знаю, что многие люди оставляют оружие на тумбочке около кровати, потому что хотят, чтобы оно было под рукой. Эта технология как раз-таки пригодится в подобных случаях». И у помощника шерифа есть просьба к юному изобретателю. «Когда ты закончишь с рабочим прототипом, я хочу из него пострелять». Кай Клопфер завершит разработку идеи в следующем году, а затем приступит к занятиям в престижном Массачусетском технологическом институте. И в США стартовала общественная кампания с целью ограничить, если не оборот оружия, то хотя бы доступ к нему детей. Героями новой кампании стали четверо подростков. Кристофер, Тейлор, Элизабет и Эшли Вакка. Дети погибшего инструктора по стрельбе Чарльз Вакка. Эта история прогремела на всю Америку. Мужчина работал на стрельбище в Аризоне. Год назад родители привезли туда 9-летнюю дочь пострелять из автомата УЗИ. Но ребенок не справился с оружием. Когда инструктор переключил автомат на режим стрельбы очередями, из-за отдачи девочка повернула ствол на инструктора и застрелила его. Спустя год после трагедии дети инструктора решили начать кампанию по изменению законов, которые бы ограничили доступ детей к автоматическому оружию. Американский миллиардер и кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп угодил в очередной скандал. Во вторник бизнесмен выгнал со своей пресс-конференции известного телеведущего, журналиста самого крупного испания-язычного телеканала Америки Юнивижн Хорхе Рамоса. Наблюдая за вереницей скандалов, в которых оказывается Трамп, конкуренты по партии не перестают удивляться его популярности. Сегодня с 24% поддержки избирателей он лидирует среди республиканцев. Роман Мамонов о том, чем Трамп опасен для республиканцев. Дональд Трамп Он сказал, что Америка должна доказать что-то иракцам. Это одни из самых тупых заявлений, которые я слышал. Успех Трампа – главная боль для республиканцев. Во-первых, миллиардер демонстративно отказывается быть политкорректным, называя детей, намеренно рожденных в США для получения гражданства, якорными, обвиняя иммигрантов в росте преступности. Во-вторых, он говорит то, о чем политики в США вообще не всегда решаются говорить. О больших деньгах и влиянии спонсоров на политику. Это ведь его лозунг. Я миллиардер, меня не купить. Столь смелый, если не сказать вызывающий стратегий, Трамп словно специально дискредитирует республиканскую партию, отвращая от нее представителей иммигрантских диаспор, ее же центристки настроенных членов и неопределившихся избирателей. Оппоненты пытаются развенчать имидж республиканца Правдороба, но пока не слишком успешным. Мистер Трамп даже не настоящий консерватор. За последние 10 лет он был дольше демократом, чем республиканцем. И он дал демократам больше денег, чем республиканцам. По оценкам социологов, в 2016 году представители латиноамериканской и азиатской диаспор составят 22% избирателей. А значит, без них республиканцам не победить на выборах президента. Проблема в том, что тогда же пройдут и очередные выборы в Конгресс. И негативный образ грозит республиканцам не только прогрошем в борьбе за Белый дом, но и потери контроля над палатой представителей, Сенатом и крупными штатами. Впрочем, кто сказал, что Трамп не добивается именно этого? Роман Мамонов, в настоящее время, Вашингтон. Жалобы американских экономистов на то, что корпорации в погоне за прибылями вывозят производство за границей и лишают граждан США рабочих мест, давно стали притчей во языцах. Однако в последние годы наметилась обратная тенденция. Даже в Китае, который все эти годы был особенно выгоден западным фирмам как объект так называемого аутсорсинга, производить многие товары теперь становится дороже, чем в Америке. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Эра аутсорсинга, который стал причиной ликвидации промышленного производства, а с ним и миллионов рабочих мест в США, похоже, подходит к концу. Это не значит, что транснациональные корпорации решили сделать подарок американскому среднему классу. Дело в том, что за прошедшие десятилетия вырос и окреп другой средний класс, в Китае. Китайские работники за 10-15 лет тоже стали квалифицированными. Они не хотят больше работать за гроши, и себестоимость производства значительно выросла. Десять лет назад с помощью аутсорсинга корпорации экономили в среднем 15 центов с каждого доллара произведенной продукции. Теперь эта цифра составляет всего 4 цента с одного доллара. Такая экономия не очень-то стоит длительных хлопот с получением лицензий, строительством предприятий и подбором кадров в дальних странах. Бизнесы не могут просто остановить производство и вывести его целиком. Это длительный процесс, включающий в себя логистику, автоматизацию и инновации, направленный на то, чтобы правильно подогнать продукцию под нужды местного потребительского рынка. Возник еще один фактор. В связи с затяжной последней рецессией и изменением международной ситуации, все большее число граждан США из патриотических соображений стараются покупать товары, сделанные в Америке. А когда потребители едины в своих стремлениях, это мощная сила. Даже более дешевая продукция, такая как китайская, не выдерживает конкуренции, если люди осознанно покупают отечественные товары. Вот почему в Миннесоте, Агайо, Мичигане уже начали открывать свое производство иностранные фирмы, в первую очередь из Индии и Китая. В этих и других американских штатах для них имеются выгодные условия, включая налоговые льготы, дешевизну энергоносителей и территориальную близость к рынку сбыта. Еще несколько лет назад иметь производство в Китае было привлекательно. Не только из-за его дешевизны, но и потому, что там была инфраструктура. Поставщики и производители находились рядом. Но теперь мы видим обратный эффект. В последние несколько лет начался аутсорсинг наоборот, то есть вывоз производства из Китая назад в США. Вместе с производством индийские и китайские бизнесы привозят и самый важный товар – рабочие места. В такой индустрии, как бытовая электроника или автомобильные запчасти, американские работники лучше обучены и более привычны к автоматизированным системам, чем их коллеги из развивающихся стран Азии. Иметь квалифицированные кадры – выгодные компании. Не исключено, что в США постепенно начинается возврат к истокам. Возможно, купить пылесос или телевизор жителям Соединенных Штатов обойдется дороже. Но зато теперь они будут сделаны в Америке. Их же – руками. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И хорошая новость для 12-летнего мальчика, потерявшего равновесие в одном из выставочных павильонов Тайпея и продырявившего торогостоящее полотно «Цветы» живописца Паула Парпоры. Организаторы выставки решили не предъявлять финансовых претензий семье ребенка, а попросить свою страховую компанию покрыть расходы по восстановлению картины, стоимость которой превышает 1 миллион долларов. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Ну а мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите настоящее время в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахид Яков. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!